Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Сержантов, начальник управления Министерства юстиции России по Чуваши. Дмитрий Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации. Признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской Федерации. Министерство юстиции России обеспечивает единство правового пространства Российской Федерации. Одной из составных частей этой деятельности является государственная регистрация уставов муниципальных образований. Так, на территории Чувашской Республики с 2005 года действует 317 муниципальных образований. Все они имеют свои уставы. Итак, вот расскажите, пожалуйста, что такое устав муниципального образования и зачем он нужен? Я всегда называю его местной конституцией. Почему? Потому что устав муниципального образования занимает особое место муниципальных нормативных правовых актов. Во-первых, он обладает высшей юридической силой по отношению к тем муниципальным нормативным правовым актам, которые принимаются. Устав муниципального образования обладает высшей юридической силой по отношению к другим муниципальным нормативным правовым актам, распространяется на всю территорию муниципального образования и имеет прямое действие. Кроме того, хочу отметить, что в Уставе муниципального образования обязательно, в соответствии с федеральным законодательством, определяются основные вопросы жизнедеятельности органов местного самоправления и граждан на той или иной территории муниципалитета. Во-первых, там определяются основные вопросы местного значения. Разграничение этих полномочий между представительным органом местного самоправления, главой муниципалитета, местной администрацией. Кроме того, в Уставе определяется выборность или назначаемость органов местного самоправления и их должностных лиц. Определяются такие важнейшие вопросы, как определение назначения и проведение схода граждан местного референдума, публичных слушаний и иные вопросы, без которых невозможна работа местного самоправления на муниципальном уровне. Каким образом Устав проходит регистрацию в управлении? Как я уже говорил, в управлении при поступлении необходимых документов от органов местного самоправления и Устава муниципального образования мы проводим правовую и антикоррупционную экспертизу, проверяем процедуру принятия Устава муниципального образования. Если до 2017 года мы выдавали свидетельство о государственной регистрации Устава муниципального образования, то сейчас это свидетельство отменено. Мы проставляем на лицевой стороне Устава специальный штамп, где присваиваем номер государственной регистрации Уставу, дату государственной регистрации, заверяем это подписью должностного лица управления. Кроме того, управление ведет специальный государственный реестр Уставов муниципальных образований, в котором размещаются все необходимые сведения о государственной регистрации Устава муниципального образования. И хочу отметить, что любое заинтересованное лицо, будь то физическое, юридическое, по письменному запросу может получить сведения, которые содержатся в данном государственном реестре. Какие именно сведения могут они получать из этого реестра? Как я уже сказал, прежде всего очень важна дата государственной регистрации, регистрационный номер, но также там содержатся и дополнительные сведения. Например, туда включается решение представительного органа местного управления о принятии Устава муниципального образования. Также там содержатся сведения об источниках и дате официального опубликования Уставу муниципального образования. Как я уже говорил, эти сведения важны и необходимы, чтобы понимать, с какого момента Устав муниципального образования вступил в силу. И он обязательен для исполнения всеми юридическими лицами и физическими лицами. А какое количество Уставов муниципальных образований было зарегистрировано в прошлом, в 2016 году? Если говорить о 2016 году, то в общей сложности управлением было зарегистрировано 330 муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений в Устав муниципального образования. Кроме того, мы зарегистрировали 12 Уставов, которые были приняты в новой редакции. И по четырем муниципальным нормативным правовым актам мы вынуждены были отказать, потому что выявили в них противоречие федерального законодательства. В одном случае не было кворума депутатов, которое необходимо для принятия Устава муниципального образования. И в одном случае мы выявили, что проект Устава муниципального образования не был публично опубликован, тем самым у граждан не было возможности высказать свое мнение по данному вопросу. Согласны они с принятием тех поправок, которые необходимы или нет. Это тоже является основанием для отказа в государственной регистрации. Органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия довольно продолжительное время, давно, но проблем у них немало. Как оказывается ли управление помощь органам местного самоуправления и какая вот об этом подробнее? Действительно, местное самоуправление у нас действует в том формате, в котором создано федеральным законодательством с 2005 года. Но, несмотря на это, федеральное законодательство не стоит на месте, оно постоянно совершенствуется. И это приводит к тому, что постоянно нужно уносить изменения в Уставы муниципальных образований, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством, чтобы привести выборы в органы местного самоуправления. И мы заинтересованы в том, чтобы Устав муниципального образования своевременно приводился в соответствие с муниципалитетами. Кстати, с 2017 года установлен конкретный срок приведения Уставов муниципальных образований в соответствие с федеральным законодательством. В течение шести месяцев Устав муниципального образования должен быть приведен в соответствие. Для этого мы совместно с органами исполнительной власти Чувашской Республики, Минюстом Чувашей, администрацией главы Чувашской Республики периодически готовим модельные уставы, разрабатываем типовые документы. У нас на сайте Управления Минюстом России по Чувашской Республике есть специальная рубрика постоянная о государственной регистрации Уставов муниципальных образований, где органы местного управления могут почерпнуть всю нормативную правовую базу по этому вопросу, все модельные уставы, о которых я сказал посмотреть, перечень документов, которые необходимы для госрегистрации. Кроме того, наши сотрудники на системной основе участвуют в курсах повышения квалификации муниципальных служащих в высших учебных заведениях нашей республики, где мы тоже разъясняем процедуру принятия и государственную регистрацию Устава муниципального образования. И кроме того, мы с органами местного управления настраиваемся на такую работу, что перед тем, как принимать Устав муниципального образования, чтобы они присылали в наше управление еще проект Устава муниципального, чтобы мы на стадии проекта устранили те возможные замечания, которые есть в Уставах муниципального образования, и чтобы они уже приходили к нам в чистом виде, юридически чистые, чтобы не было других нарушений. Дмитрий Михайлович, спасибо большое за то, что нашли время, пришли в нашу студию, рассказали о таких непростых вопросах. Я думаю, что мы с вами еще не раз встретимся в эфире национального телевидения Чуваши. Спасибо вам. А я напоминаю, это была программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова